И всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Колян Тепловозович, я продолжаю играть в Train Simulator и сегодня у нас, ребята, маленькая поездочка на вот таком вот классном поезде. Это у нас вагоны BAT RDC. Вот, конкретно в нашем составе у нас RDC-1 и RDC-2. На самом деле их там еще много всяких разных. Вот, ссылочка на мод будет в описании, потому что это не DLC, это мод с американского сайта. Вот, в описании, если вам понравится, можно будет перейти и скачать. Конкретно сегодня это у нас компания New Haven и маршрут Spring... Да, Springfield New Haven, да. И сегодня у нас тут, ребята, оказывается, я раньше не замечал, есть вот такие два ответвления и они заканчиваются пассажирскими станциями, вот. И сегодня, ребята, мы с вами поедем в аэропорт Windsor Locks. Сегодня у нас вот такой аэроэкспресс 50-х годов. И, собственно, мы уже готовы к тому, чтобы выйти на посадочку на станцию, надо только стрелочку перевести. Все, желтенький. Ну и, ребят, да, текстурки здесь, конечно, на очень плохом уровне, вот. Ну, а, ребята, в принципе, вот этот вагончик, я его очень люблю, вот эти вот RDC-шки, вот. Мне они очень нравятся, поэтому я просто не мог их не установить. С внешки сделаны они достаточно хорошо, вот. Поэтому, ну, не знаю, по-моему, по-моему, можно закрыть глаза на хреновую кабину, тем более, хопа, можно открыть дверь и можно даже сделать вот так. Ну, мы это сделаем на посадочке. Сейчас это нет смысла... О, ну-ка, а интересно, эта дверь открывается? Нет, это не открывается. А тут двери вообще нет. Так, ну ладно, давай выдвигаться. Вот, сейчас у нас будет 5 минут стояночка на посадке. А, будет шикарный у нас худочек. Так, давайте они подадим. И вот здесь вот так все простенько, причем вот это вот здесь такая она загнутая, прикольно. В общем, вот такая вот простенькая панелька, даже проще, чем нью-йоркские метровагоны. Вообще прям такая, прям, ну не знаю, ну проще ничего не придумаешь. Вот я катался в нью-йоркских вагонах метро и в кабинных вагонах пригородных поездов Нью-Йорка. И даже там все-таки, ну, не так прямо предельно просто была кабина устроена. Так, и вот мы находимся на станции Windsor Locks. И, в принципе, можем уже оттормаживаться, чтобы вот тут по центру, это самое, около здания, в середине платформы как бы встать, да. И открываем наши двери. Вот. И стояночка у нас 5 минуточек. Сейчас пока сразу сменим кабину. Да, эти вагончики у нас двухкабинные. Вот. На самом деле очень классные машинки, опять же повторюсь. Вот мне они очень нравятся в реальной жизни. И вот у нас тут RDC-1 и RDC-2. Вот. Отличаются они тем, что вот здесь у нас багажная отделение есть. Так. И давай дверку откроем и вот эту штуку поднимем. В общем, ребят, когда-то я... О, смотри-ка, встречный поезд едет, товарничок. Давай сфотографируемся, что ли? Да, ребят, еще будет ссылочка на фотоальбом. У нас есть группа каналов ВК, и в ней есть фотоальбомы по некоторым играм, которые я чаще всего снимаю. Вот. Так что можно будет в фотоальбомчике посмотреть скриншотики с нашей поездочки. И еще, кстати, мне надо ручную стрелочку перевести. Вот. Чтобы она нас... Сразу я ручные стрелки перевожу, чтобы они нас направляли... Проехал товарничок. Чтобы они нас направляли куда надо. Здесь она автоматическая. Так. Вот тут у нас ручные стрелочки надо заранее перевести. А то приедем куда-нибудь не туда, в вагоны долбанемся. Во веселуха будет. Их-хе-хе. Надо будет потом это самое... Наверное, надо будет потом типа случайно так сделать, типа неудачные дубли. Вот. Ну, уже не сделаю, потому что я сейчас взял и всю контору спалил. Ну и, собственно, вот такие вот у нас прикольные вагончики. Вот с багажным отделением. Кстати, даже камера от пассажирского вида есть. И на самом деле, ну да, текстурки... Текстурки, блин, дефолтного 12-го тренера. Трейнза просто, конечно. Вот я просто сейчас посмотрел. Вот кабина, салон. В принципе, в салоне даже, в общем-то, довольно так прикольно сделали. Тут коврики, вот эти штуки, вот обивка на сиденьях. Вот салон, в принципе, довольно-таки ничего, довольно хорошечно сделан. Вот. Ну, ребят, текстурки просто 2012-го тренера. Вот, дефолтного. И вот о чём я говорил. Да, ребята, вот у нас прямо через кабину машиниста народ заходит. То есть, по идее, у нас с обеих сторон вагона кабины. И, как бы, больше дверей-то, собственно, нету. Ну, вот это двери у нас там в багажное отделение. Вот. А если мы на второй вагончик посмотрим, то здесь вообще у нас двери только вот там, где кабины. Так что, ребята, если в Британии я угорал над классом 101, называя его рельсовой маршруткой, то, то скорее всё-таки, я не знаю, вот здесь вот прямо реально маршрутка. Пассажиры заходят через водителя, сразу вот передаём за проезд, сразу же вот просто эта самая дверь открыта. С той стороны там пульт управления, дверь открывать нельзя, да, с этой стороны дверь закрыта. Вот. А с этой открыта. И вот так вот прямо через машиниста, прямо через водителя пассажир заходят, за проезд передают и уже в салон проходят. И выходят тоже через машиниста. Вот. Так что, вот, ребята, прямо самое, что ни на есть, настоящая рельсовая маршрутка. Вот просто ещё и вот это в проход через водителя. Вот. Так что, вот такая вот шикарная, вот реально очень классный вагончик. Даже несмотря на слабые текстурки внутренности, и опять же, с внешки выглядят довольно-таки прилично. Вот. В общем, очень нравится мне эта американская рельсовая маршрутка. Если вот в Британии у нас маршруточки были, а вот американский вариант рельсовой маршрутки. Ещё раз щёлкнемся, пока стоим. Вот. И у нас, значит, сегодня сценарий я делал сам. Там у нас поездочка до аэропорта Винсерлокс. Там стояночка 5 минуточек. И поедем обратно. Вот. Сейчас через 2,5 минуты... Через 1,5 минуты, пардонте, мы уже отправляемся. Вот. Сейчас надо будет закрывать дверь и трогаться. Вот. Вот такая вот здесь у нас красота. Вот. Кстати, я когда скачивал эти вагончики, они там были вообще разных компаний. Поэтому ещё много раз я буду на этот вагон возвращаться. Вот. Есть у меня парочка маршрутов, по которым можно покататься на этих вагонах других компаний. И мы на них обязательно покатаемся. Вот. Так что этот вагончик вы ещё не в первый... Ещё не раз увидите на моём канале. Вот. Опять же, ссылочка в описании. Кому вагончик понравился, можете его скачать. Вот. Я, если что-то скачиваю, я всегда ссылочки оставляю. Ну, если только это не подгон какой-нибудь, не контрабанда от подписчиков, да. Вы мне можете ещё в ничку скидывать свои дополнения. Если там открытого источника нету, то можно там просто это самое перекинуть. Вон, как мне. АВВРы перекинули просто файлом. Вот. Но тогда ссылочки не будет, так как открытого источника нету. Так. И опускаем. Опускаем эту штуку. Так. Она полностью опустилась. Закрываем дверь. И покатились. Кстати, довольно хорошо здесь довольно звуки сделаны. Вот. Звуки прямо-прямо найс. За звуки я готов простить текстуру кабины. Окошко открывается. Нет, окошко не открывается. Зато я не знаю. Я вроде сижу на стульчике, но дверь у меня сквозь стульчик открывается. Я не знаю. То есть, по идее, здесь дверь есть, но... А! Ух ты! Ух ты! Смотри-ка, что могу! Смотри, что могу! Ха-ха-ха! Нифига себе! А вот эту штуку я не видел. Если про двери я знал, когда... До того, как видео начал снимать с этим поездом, то вот про сидушку-то я не знал как раз. Так. Что у нас там? Желтый сигнальчик. Смотри-ка. Вот оно, это самое. Откидывается. И дверка открывается. Опа. И подножка поднимается. Ха-ха-ха. Вот так можно сделать. Не знаю, правда, как это можно на ходу сделать. Но вот, оказывается, смотри, как тут все продумано. Шикарно. Вот. То есть, по сути, ну, единственное, здесь... Ух ты, а это что? А, песочница это у нас. Освещение в кабине. Ну-ка. Э. Освещение в кабине работает? Не работает? Не, освещение в кабине, походу... А, работает. Смотри-ка. Освещение в кабине даже есть. Текстурки говно. Но освещение кабины есть. Вот. Вот. В общем, ребят, несмотря на хреновые текстурки внутренностей, можно... Довольно годное наполнение. Коляну рекомендуют. Вот. Вот. Тем более, вон как можно. Можно вообще это самое. Надо... Надо будет, когда кабину менять, надо будет этот самый стульчик там опустить, это самое, и типа... Типа через дверь вышли. Вот. Эту бы... Эту бы машинку, ребята, в ТСВ. Я думаю, многие уже поняли, что я... Что я хотел это в итоге сказать, что открывающиеся двери, поднимающиеся подножки, вон стульчик можно убрать. Эту машинку в ТСВ надо, чтобы вот так вот... Представляю, вот в ТСВ сейчас бы это самое... Приехал бы на станцию, хоба, стульчик поднял, пульт заблокировал, дверь открыл, и... Это самое, перелез бы... Кстати, я научился правильно худеть по американским правилам. Вот. Когда едем между знаком свисток и объектом два длинных, потом перед самым объектом коротенький, и на самом объекте длинный. Вот так, оказывается, надо. Вот. Теперь знаю. Правда, не на всех локомотивах это можно провернуть, потому что на некоторых локомотивах у нас так заскриптован гудок, что он при нажатии пробела только длинный дает. То есть даже если мы нажмем и сразу отпустим, не будем удерживать, все равно длинный гудок будет. Но здесь можно. Только здесь гудок какой-то, не знаю, какой-то сиплый, хриплый какой-то, не знаю. Вот. Кстати, на вагонах разных компаний здесь гудки разные, потому что, например, мы сейчас едем в компании New Haven, и вот у них вот такой вот сиплый гудок. Я катался на аляскинском RDC. Ух ты, как нас тряхануло ямы, что ли, тут на РИСах. Вот. Катался на аляскинском RDC, там гудок другой. Вот. Вот. Кстати, как раз по Аляске тоже на RDC покатаемся. Я вот долго думал, на чем бы нам таком покататься по Аляске. Вот. Потому что с DLC у нас только два грузовых локомотива, и там, в общем-то, поездки довольно скучноватые. Но вот теперь я решил, что по Аляске покатаемся на RDC обязательно. Как раз вот у меня аляскинский RDC есть специально для этого. Вот на нем покатаемся как раз. Вот. Только надо тоже сценарий мне сделать. Вот. Потому что если я хочу на чем-то из модов покататься, то сценарий надо... Вот я говорил, что это была большая проблема в 12-м трензе, потому что каждую поездку я-то хочу реализма, я хочу трафика, я хочу вагонов, стоящих на путях. Поэтому для 12-го тренза каждую поездку по маршруту мне приходилось делать самому. И это... у меня на это уходило практически полдня. Уходило. Вот. И вот я всегда говорил, что вот в трензе-симуляторе такого нету, что есть у нас готовые поездочки. Просто поезд себе выбрал, сел и поехал. Но, к сожалению, в последнее время я стал замечать, что в режиме быстрых поездок на половине маршрутов у нас трафик отсутствует. Вот. Не знаю почему, но вот это самое. Как-то вот раньше я этого не замечал. Раньше казалось, что везде трафик есть в режиме быстрых поездок. А сейчас вот что-то я смотрю. Нет. Ох ты как, на стрелочке долбануло прям. Вот. Вот. Но, если вам хочется покататься с модами, а не на дефолтных машинках, то вот иногда везёт. Иногда в квик-драйве есть у нас трафик. Вот. Я регулярно всё равно квик-драйвом пользуюсь, потому что это быстро и просто. Вот. Но вот иногда приходится самому сценарий делать, если вот с модами, по каким-то необычным вот таким местам. Вот. Вот. Как мы сейчас едем. То есть вот дефолтных каких-то поездок по этой веточке у нас на маршруте нет. У нас только магистральные поездки и парочка манёвров. Вот. Если вы хотите заехать в какое-то вот из ответвлений, то флаг вам в руки сами. Либо в квик-драйве. А, кстати, даже в квик-драйве, я не знаю, там есть. Там можно поставить Windsor Locks Airport или какая у нас это ещё станция. Вот. Чё это такое у нас? Саффилд Депо. Депо Саффилд. Вот надо будет туда тоже сгонять, наверное, лесишки. Вот. В квик-драйве я даже не знаю, можно в эти станции поехать или нет. Может быть, там не стоят отметки на них. Ну вот, сегодня, ребята, путешествуем по закоулочкам маршрута, неизведанным теми, кто катается только в готовых сценариях. Вот. Да и, в общем-то, я тоже обычно всё-таки в готовых сценариях катаюсь, поэтому даже у меня вот на канале такие вот закоулочки исследовать – это большая редкость. Но если я что-то такое на маршруте нахожу, какие-то места, куда в дефолтных сценариях мы не заезжаем, если я такое найду, мы туда заедем обязательно. Вот. Просто иногда бывает, что такие закоулочки у нас есть, но я их не нахожу очень долго. Например, вот чисто вот этот же маршрут Нью Хевен, я по нему… Когда я по нему вообще катался? Года три назад, я по нему. Это у нас зимняя поездка была. Зимний стрим. Я недавно из него баги, приколы, фейлы выхватывал. Вот. И… Господи, три года назад, ребята, это было. Кстати говоря, кстати говоря, ребята, заговорил, прогадаясь, вспомнил. У меня же сегодня день рождения. То есть, ну, не на момент съёмок, но, ребят, на момент публикации видоса у меня день рождения, поэтому пишите в комментариях свои поздравления обязательно. Вот. С днём рождения, Колян. Вот это самое. Как раз вот сегодня у меня на момент появления видео, сегодня у меня день рождения. Я его отмечаю уже на момент публикации видео. Я его уже отмечаю. Так что, ребята, пишите в комментариях поздравления. Поздравляйте, Коляна, с днём рождения. Вот. Вот так вот. Можете подарочки какие-нибудь, не знаю, прислать. Задонатить в канал. Какая-то самая финансовая. Подарочки какие-нибудь там, 500 рублей. Даже не Коляну, а каналу. Потому что я всё равно все свои деньги в канал купил. В новый контент, в новые DLC-шки. Это же всё в канал потом уходит. Конечно, это всё для себя, в первую очередь, покупаешь. Чтобы самому играть. Но в канал это всё тоже же идёт. Вот. Только подарить денежку канала у вас не получится. Потому что донатика у нас нет. За один день я его точно не настрою. Тем более в день рождения. В день рождения я мухаю, а не настраиваю что-то. Ну а тем временем мы уже приближаемся, в принципе, к аэропорту. Ну вот. Какая-то небольшая промзона. Вот, кстати, манёвры здесь надо будет ещё на этой веточке устроить. Да, наверное, устроим обязательно как-нибудь здесь манёвры небольшие. Вот. Здесь красиво у нас для манёвров подходит. Вон вот эти вот заводские пути мелкие. Можно пообслуживать. А я сигнал-свисток прошляпил. А я сигнал-свисток простой. Да, что-то здесь уже Если основная часть маршрута годная То здесь что-то у нас уже Травки мало, больше голых текстурок Что-то здесь уже как-то они Не доработали Видимо они знали, что они сюда не будут нас пускать Вот Маневровик Что-то здесь уже не так все красиво Видимо поэтому у нас и нету дефолтных сценариях Которые нас на эти закоулочки будут заводить Потому что что-то сначала ехали Вроде хорошо было Там травка, деревья, все дела А сейчас что-то вот голые Уже просто голые текстурки у нас пошли Что-то видимо Хотели сделать это самое Красота по красоте Вот Но потом что-то видимо задолбались Или сроки поджимали И в итоге этот участочек Не до конца доработали Конечно там Прямо совсем отсутствие текстурок Отсутствие объектов нету Но вот что-то уже Ну не то Вот я помню Я недавно без стрима катался По основному маршруту Вот Здесь все-таки по сравнению с основным маршрутом Как-то не доработано Хотя вот тут дальше впереди Опять ничего Ну вот что-то местами у нас Местами тут Чисто кустиков и травки Тут местами не доложили нам Что-то вот сейчас едем Снова все нормально Вон красивенько все Это самое Травка, кустики А там что-то это самое Голые текстурки у нас Все, знаки свисток у нас вообще пропали Вон у меня за окном тоже свистят Но не поезда, а дети Не знаю, слышно это на видео Не слышно Сколько раз он уже хотел проверить Но забывал постоянно Субтитры сделал DimaTorzok И вот у нас, ребята, мы уже на подходе к аэропорту Или аэропорту Как там правильно Кстати, надо было там на фоне городочка сфотаться Что-то я прошляпил момент На обратном пути хоть надо щелкнуться И, ребята, в принципе Вот это вот Вот это у нас, собственно, аэропорт Давайте посмотрим на него Ну а что, в принципе Ну, чисто издалека Хотя, ребята, это 50-е годы Аэропорт такой Ну, нет, конечно, да Можно было бы, опять же, просто травки сюда присыпить Чтоб голой текстуры не было Но, в принципе, ну аэропорт, аэропорт Понятно, что самолетик над нами не пролетит Но, в принципе, вот Вот, собственно, мы вокруг аэропорта Такой кружочек делаем Потому что терминал аэропорта у нас с той стороны И мы вот так вот кружочек вокруг аэропорта Сейчас проворачиваем И залетаем на станцию Вот Кстати, мы прибываем даже немножко раньше времени По графику у нас 37 минут А мы уже вот за 2 минуты сейчас уже прибудем Вот, не знаю Я по ограничению ехал Но вот даже немножко раньше прибыли Вот Так что сейчас будем долго-долго стоять в аэропорту Вот Но зато пассажиры наши на самолет не опоздают Вот Если бы опоздали, было бы хуже А то это самое Пассажиры бы тогда и на самолет опоздали бы А так нормальненько сейчас это самое О, сколько там мотоциклистов Хе-хе Еще один Что-то здесь это самое Мотоспам у нас Вон скоро Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Восьмой еще Вон там девятый еще Надо будет на обратном пути сходаться А то здесь с теневой стороны не очень красиво И вон там вот у нас маленькая платформа аэропорта Еще куда-то дальше путь идет Но это уже на какие-то грузовые пути Портала нету Значит здесь он где-то заканчивается Вот тут проспитая Ну да, какой-то вон склад написан На вархаус Ну да, вон тупик там дальше Не портал, а именно тупик Значит дальше дороги нет Ну и все, ребята, оттормаживаемся А тут платформы даже нету Офигенный, ребята, это сам аэропорт Даже платформу не удосужились сделать Просто это самое Прямо на землю будет народ спрыгивать у нас Так, надо, наверное, немножко чуть-чуть дальше протащить Я там смотрю, что у нас хвостовой вагон не залазит И вот теперь можно уже оттормаживаться Так, ну пассажиров мариновать в вагоне не будем Сразу дверки откроем Сразу делаем сприншотик Вот, на аэропортовой Аэропортной, аэропортовой На аэропортовой станции Вот Машинки стоят Ну да, что тут я говорю Вот здесь вот эти голые текстуры Прямо глаза мозолят Ну вот такая вот здесь у нас красота Сейчас стоять будем долго Успеем и пофотографироваться И кабину поменять Все успеем Долго сейчас будем торчать О, можно вот так вот От лица пассажира Вот так Жалко дверь сюда Здесь не видно, что она А, у нас эта дверь Это что, это пассажирка, что ли, у нас на кресло машиниста присесть решила Ну, в принципе, ладно Я думаю, пульт управления все равно у нас как-то ключик есть, чтобы блокировать Поэтому не жалко Но вообще, когда А что, нормально, кстати Самые кошерные места Если бы я на таких ездил Я бы всегда на место машиниста садился Что тут Ничего не закрыто Вон стульчик выдвинул Сидишь себе, катишься Особенно это самое В задней кабине вот так Вообще шикардос Так, ладно Перелазим в эту кабинку Шикарно У нас даже реверс уже здесь стоит И единственное, ребята Что двери у нас тут Хоть и открываются из кабины Но они у нас немножко не синхронизированы Потому что А, кстати, я даже не знаю Ну-ка, если мы сделаем вот так Берем И вот эту дверь откроем Да, ребят Двери у нас открываются только изнутри Снаружи они у нас не синхронизированы Вот Со внутренними дверьми То есть Здесь я дверку открыл Подножечку поднял Но Мы этого Но видим мы это только изнутри Вот И тут тоже какая-то тетка сидит В передней кабине Это, видимо, уже я Вот Хотя вроде на меня как-то не очень похоже Так Ну давай Блин, как ее А, вот Все, закройся Так Сидение как Вот Получилось Так Ну и, ребят Отправление у нас В Отправление у нас, ребята А, ну пять минуток Давайте пять минуточек Постоим Посмотрим Еще вот так На фоне аэропорта Сфотографируемся Вот В принципе, я думал Мы тут дольше торчать будем Но пока я тут Это самое Сприншотился и болтал Мы уже, в принципе, нормально Вот Постояли Обратно мы, походу, тоже раньше времени Пробудем Мотоциклистов Прямо А А что, они еще Они все еще стоят-то? Хе-хе, ребята Я не знаю Что-то переезд Никогда не захотел открываться Они тут все еще стоят А он уже Пробище какое-то Ой, слушай Смотри, какая красота Я хочу Я хочу чисто Машинки сфотать Вот Красиво так стоят Вон, это самые Пятидесятые Здесь вот эти Старые машинки Пятидесятых Вон, скутеры Грузовички Вот эти Того времени Вообще шикарно Выглядят О, даже фуры Это фуры у нас даже О, давай щелкнем Красиво Прикольно Красота Что-то, видимо Видимо Здесь как-то переезды Не синхронизированы С путями То есть, они Как я понимаю Они закрыты Просто всегда Или как Что-то я не очень Это понимаю Ну ладно Закрыты Закрыты Или по-разному Там какие-то Синхронизированы Какие-то нет Вообще Странно Мы вроде Достаточно далеко Отъехали Чтобы нам Там не Это самое Не знаю Ну ладно Пускай Пускай Минуты Самой Самой настоящей Рельсовой маршрутки Побеждают У нас Вагоны Эбад ДРДС Вот Вход через водителя Я еще нигде Не видел Через машиниста Пардоньте Через машиниста У нас все-таки Это самое Ставьте лайки Считайте Что Колян Больше похож На водилу Чем на машиниста Прямо На маршрутчика Не просто На водилу А именно На маршрутчика Звук Такой Тоже Такой Прямо Тарахтящий Такой Как у автобусика Старенького Как у пазика Не реально Этот Я хочу видеть Этот вагон В ТСВ Обязательно Потому что Вот это Я хочу видеть Как пассажиры Сюда залазят Через машиниста Я хочу Вот это самое Я Короче Это самое Это прикольно С этим можно Не только Очень хорошечно И реалистично Покататься В ТСВ С этим можно Еще и Поразвлечься Хорошенечко Все Закрываем И И наша Маршрутка Отправляется Обратно В Винсерлокс Отправляется 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 Скрипит Что-то Прям Как бы Электричка Даже Старенький Отправляется Фото Прямо Шукар металла. Что-то реально тут мотоциклистов Больше чем в наше время В Питере Мотоциклов больше чем в автомобиле Опа И исчезают там на перекрестке Уходят в нулевое измерение Уходят в нулевое измерение На фоне города Уходят в нулевое измерение Уходят в нулевое измерение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ Опа, машины взяли и исчезли, нифига себе нормально Ещё раз здесь сфотографируемся, как бы кадр попросиле взять А и вот так ещё А потом на солнечное состояние надо поворотить А потом на солнечное состояние надо поворотить Посмотрим Где столб? Столб спиздили, причём провода остались со столбом спиздили Там сзади Третья 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...